Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики и экономики, новости фонда ОРМК. И сегодня у нас четверг, 27 января. Обсудим с вами ситуацию в валютной паре рубль-доллар. Бешеная волатильность здесь присутствует. Обсудим сам доллар по отношению ко всем мировым валютам. Конечно же, поговорим об итогах заседания Федеральной резервной системы, что нам поведал Джером Пауэлл и чего нам теперь стоит опасаться. И также обсудим ситуацию на рынке черного золота, но и немного поговорим об отскоке на нашем российском фондовом рынке. Итак, дорогие друзья, не забываем поставить лайк, подписаться, пару слов в комментарии, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация сегодня складывается неоднозначная, потому что с самого утра, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона, мы с вами видели фееричное падение их индексов. Япония падала более чем на 3%, Австралия более чем на 1,5%. Ну а про Китай мы сейчас и вообще говорить не будем. Они находятся пока там на своих лоях и подниматься оттуда пока еще не намерены. Были некоторые попытки, но пока эти попытки вновь ушли в никуда. Ну а если мы с вами перенесемся на Европейский театр действий, то здесь движение больше, скажем так, позитивное, чем негативное. Мы с вами видим, что немцы немного падают, чуть меньше чем на 0,5%. Британцы зато растут на более чем на 0,6%. Ну а лидером уже какой день подряд после черного понедельника, точнее второй день подряд, является лидером роста наш российский фондовый рынок. Мы видим, что индекс московской биржи прибавляет более 2%, индекс РТС прибавляет более 3,5%. И на самом деле здесь это все укладывается в ту логику, которую я говорил ребятам из нашего премиум чата, что после такого знаменательного падения, конечно же, отскок на нашем рынке, он должен произойти. И мы отскакиваем именно в ту зону, про которую я много раз говорил ребятам после черного понедельника. Это 138 тысяч, 142 тысячи по фьючерсу РТС. И здесь, скорее всего, необходимо искать какие-то точки разворота. Но это пока что еще не та формация, где необходимо просто-напросто набирать позиции. Если мы с вами смотрим на американские фьючерсы, то они тоже сейчас себя чувствуют более или менее хорошо. Напомню, что вчера после того, как заседала Федеральная резервная система, американские индексы довольно-таки неплохо пролились. И индекс Доу Джонс вовсе потерял весь свой рост. S&P 500 закрылся в отрицательном значении. Ну а технологический сектор NASDAQ вовсе закрылся в нулевых значениях. Хотя вчерашний весь день они прибавляли и прибавляли тоже очень и очень хорошо. Что же на самом деле такое произошло? Начнем мы сегодня с вами общение именно с американского фондового рынка. Потому что вчера произошло заседание Федеральной резервной системы, которого мы очень долго ждали. И хотели, чтобы услышать намеки от его главы Джерома Паула, как он видит текущую ситуацию, на что он сейчас обращает внимание, что беспокоит американский регулятор. И на самом деле мы фактически на все эти вопросы получили ответ. И обратите внимание, после того, как было выдано решение по ставке, особо сильно рынки на это не отреагировали. Ну что ставка останется без изменений, что программа количественного смягчения продолжает сокращаться в тех же темпах, которые были решены на декабрьском опорном заседании. Но все ждали с предвкушением, что же будет говорить Джером Паула. Мы с вами прекрасно знаем, что Джером Паула обычно старается как-то более или менее успокоить игроков на фондовом рынке. Он говорит много, но одновременно с этим говорить ни о чем. Но вчера его риторика была наполнена полнейшим негативом для фондовых рынков. Потому что первонаперво он заявил следующее, что уже в марте ставка американского регулятора будет повышена. Это раз. Во-вторых, он заявляет следующее, что конечно же программа количественного смягчения, то есть печатный станок, будет завершен уже в марте месяце. И это опять-таки укладывается в ту логику, про которую мы с вами говорили. Третье, это то, о чем мы говорили во вчерашнем нашем видеообзоре. То, что Федеральная резервная система после того, как начнет поднимать ставку, начнет еще и сокращать свой баланс. Мы знаем, что баланс сейчас находится на рекордных значениях. Он за два года вырос более чем в два раза. И конечно же этот баланс необходимо сокращать. Все эти новости, во-первых, а, крайне негативно влияют на фондовый рынок. Потому что, а, мы видим, что ситуация с печатным станком, денег становится в экономике меньше. Ставка поднимается, значит деньги становятся дороже. Ну и третий момент, это то, что Федеральная резервная система будет начинать изымать из экономики те деньги, на которые они скупали вот эти всякие разные мусорные активы. Конечно же это негатив для фондовых рынков. И единственный плюс, который здесь можно посмотреть, то, что Джером Паул заранее об этом предупредил игроков. И сейчас игроки это будут закладывать уже просто-напросто в стоимость бумаг, закладывать в ожидание на фондовом рынке. Одновременно с этим Джером Паул сделал еще одно важное заявление, которое нельзя обходить стороной. И мы с вами об этом еще говорили в 2021 году, когда и Джанет Йеллен, и Джером Паул говорили всем, что ставки, во-первых, подниматься не будут. Мы говорили, что ставки начнут подниматься уже с начала 2022 года, это раз. Но когда стало известно о том, что ставки будут подниматься, многие аналитики предположили и говорили о том, что ставка будет поднята в марте, а потом только лишь в сентябре и потом только в декабре. Мы с вами сразу же сделали предположение о том, что ставка будет подниматься более быстрыми темпами. И Джером Паул нам вчера сказал, что ставка будет подниматься чуть ли не на каждом заседании, потому что Федеральная резервная система сейчас очень сильно беспокоит растущую инфляцию в Соединенных Штатах Америки. А здесь стоит напомнить, что Джерома Пауэлла Белый дом оставил на посту председателя американского регулятора только с той целью, чтобы он завершил вот этот экономический эксперимент, который он же и начинал, чтобы побороть инфляцию. Его основная задача сейчас побороть инфляцию и вчера в своем публичном выступлении он как раз таки и говорил о том, что рынок труда Соединенных Штатов Америки восстанавливается. Короче, количество рабочих мест растет с более быстрыми темпами, чем этого даже хотелось бы. Безработица достигает уже допандемийных значений и это тоже не может не радовать. И наступает то время, когда экономика должна начинать справляться без посторонней помощи. Практически я вам процитировал главу Американской Федеральной Резервной Системы. И таким образом получается, что начиная с марта месяца Федеральная Резервная Система Соединенных Штатов Америки будет поднимать ставку. Соответственно, это будет влиять в поддержку американского доллара. И сразу же после этих заявлений мы с вами увидели, как американский доллар, ну индекс доллара, начало резкое устремительное движение вверх. Мы уже торгуемся возле отметок в 97 и я лично считаю, что это, конечно же, не предел. И доллар будет дорожать по отношению ко всем мировым валютам мира. Ну и, конечно же, в частности, будет дорожать и по отношению к нашей национальной валюте, то есть рублю. И сейчас мы с вами должны прекрасно понимать, что Джером Пауэлл просто планомерно подготовил рынки к негативу, который они встретят уже в марте. Игроки сейчас это будут закладывать в ожидании. И, конечно же, покупать на таких уровнях американские акции сейчас, мне кажется, ну не совсем правильное решение. Потому что коррекция назревает. Американский фондовый рынок, как я и говорил много раз, сейчас удерживает сезон отчетности. Мы вчера с вами видели сезон отчетности. Очень хороший отчет компании Tesla. Действительно, очень хороший отчет. Мы с вами видим и хорошие прогнозы. Но даже на хороших отчетах компанию Tesla вчера довольно-таки серьезно начали проливать. Но сейчас этот пролив был нивелирован. Мы увидели и отчет того же самого Intel. Отчет довольно-таки неплохой. Но тоже на негативной риторике Федеральной резервной системы США компания Intel не смогла показать того роста, который она могла бы. Мы в моменте с ребятами из нашего премиум чата сумели запиксировать хорошую прибыль. Потому что успели поймать это движение. Но сразу же после этого мощного всплеска наверх Intel сразу же провалился, как это обычно бывало на всех его предыдущих отчетах. К слову говоря, про отчеты стоит отметить, что я вчера не залезал в компанию Tesla. Я сумел себя удержать все-таки от этого действия. Я очень хотел, но понимал, что после Федеральной резервной системы залезать в такую компанию, как Tesla, было бы неправильно. И уберег многих ребят из того же самого премиум чата. Кстати говоря, про премиум чат у нас идет набор. Условия набора в наш премиум чат есть в нашем открытом телеграм-канале в закрепленном сообщении. Так что кто хочет, милости просим. Ну а возвращаясь к фондовому рынку, перейдем от индекса доллара и от доллара вообще в мире, перейдем на рынок российский. Мы вчера с вами увидели фатальное падение нашей национальной валюты. Это за отметку 80 рублей. Торговались в моменте 80 рублей 40 копеек за один американский доллар. Все это происходило на новостях о том, что Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан покинуть Республику Украина. И не приезжать на эту территорию. Конечно же после этих заявлений наша национальная валюта, наш индекс РТС, фьючерсный индекс РТС резко пошли вниз. Но благо это происходило уже ближе к закрытию торгов. И особо сильного влияния на ход торгов уже не оказало. К утру уже негатив был отыгран. Точно так же вчера приезжал и американский посол. Он вручил нашему МИДу письменный ответ Соединенных Штатов Америки и НАТО по гарантиям безопасности. Но если читать полностью этот документ, то мы с вами можем увидеть следующее. Что принципиальные разногласия, которые у Российской Федерации и Запада существовали, они точно так же и остаются. И министр Лавров вчера нам одновременно с этим заявил в Государственной Думе о том, что Российская Федерация просто не позволит себя измотать в различных раундах, переговорах, в различных саммитах. Сейчас МИД и другие министерства будут изучать ответ Запада. И в ближайшее время дадут рекомендации президенту России о дальнейшей нашей внешней политике. Я считаю, что эскалация конфликта только лишь начинается. Многие подумали, что уже эскалации никакой не будет. Да, скорее всего, горячего конфликта удастся избежать. Но я думаю, что со стороны Запада в адрес Российской Федерации последуют различного рода жесткие санкции. И, конечно же, для российского фондового рынка это будет дополнительный негативный драйвер. Да, экономических драйверов для падения будет хватать. Но эти геополитические драйверы не будут касаться американского фондового рынка. Вы все это прекрасно должны понимать. Многие говорят, что конфликт на Украине повлечет... Столкновение США и России на Украине, не дай бог. Повлечет падение и американского фондового рынка. Американскому фондовому рынку до Украины с большой колокольник, как говорится. Рядовой американец даже не сразу же найдет Украину на карте, да простят меня украинцы. Потому что их этот конфликт не интересует. И простого рядового американца интересует именно ситуация внутри своей страны. А внутри страны растущие цены на нефть будут давить цены на топливо. Соответственно, будет расти инфляция. Об этом, кстати, говорил вчера и Джером Пауэлл на своей пресс-конференции. Он говорит, что ситуация со здравоохранением продолжает оставаться напряженной. И именно из-за ситуации здравоохранения инфляция в 2022 году будет находиться выше тех значений, которые предполагает Федеральная резервная система и которые предполагает экономика Соединенных Штатов. Потому что будут продолжаться перебои с цепочками подставок. Конечно же, высокие цены на них тоже играют существенную роль. Мы с вами это много раз говорили. И высокие цены на энергоносители двигают инфляцию наверх. Но здесь есть положительные действия. И почему я убежден, что Федеральная резервная система будет действовать очень агрессивно с точки зрения поднятия ставок. Доллар будет дорожать по отношению ко всем мировым валютам. Соответственно, это будет оказывать давление на рынок черного золота. Но мы во вчерашнем нашем видеообзоре говорили о том, что введение различного рода санкций и, не дай бог, доведение России в какой-либо горячий конфликт создаст, конечно же, угрозы поставок черного золота, того же самого газа в Европу и в те же самые Соединенные Штаты Америки. И это пытаюсь раскрыть глаза тем, которые думают, что Российская Федерация не поставляет нефть в Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки входят в пятерку крупнейших потребителей российской нефти. Несмотря на то, что у них своя нефть добывается, но у них легкие сорта, им необходимо именно иметь те тяжелые сорта нефти, которые добиваются именно у нас на территории Российской Федерации. Что происходит сейчас с долларом? Ну, происходит именно то, что и должно было происходить. Мы с вами об этом говорили еще и в понедельник, когда наш российский фондовый рынок падал. Доллар устремился по отношению к рублю за отметку 79. И я вам сразу же говорил о том, что, скорее всего, валютная пара рубль-доллар вернется в тот район, где будет консолидироваться и готовиться к более быстрому скачку и закреплению за отметку 79 рублей 70 копеек. Многие вчера писали и говорили, Владимир, наконец-таки мы преодолели сопротивление. Дорогие друзья, мы не преодолели сопротивление, мы просто это сопротивление прокололи. Но закрепиться за этим сопротивлением нам с вами не удалось, потому что закрепление за уровнем считается лишь тогда, когда и закрытие, и открытие происходит выше данного сопротивления. То есть мы должны были закрыться вчера выше 79,7 и открыться сегодня выше данного значения. Выше 79 рублей 70 копеек. Но ни того, ни другого не произошло. Соответственно, данный уровень не считается пройденным. Ну и как правильно в таких ситуациях вернуться к району накопления, то есть в район 78,5 рублей. Именно сюда мы и вернулись. Ну и такие импульсные движения всегда обычно отыгрываются. Но, к слову сказать, вчера наша национальная валюта, рубль, торговался довольно-таки продолжительное время за отметкой 80 рублей. И те, кто набирал доллары спекулятивно, смело могли данную позицию по долларам продать и получить очень и очень хорошую прибыль. Мы с вами ожидали доллар по 80, и очередной прогноз, который давался на данном YouTube-канале, он в очередной раз сбылся, да, с небольшим лагом по времени. Но я не ванга, я не имею здесь вот перед собой шара для того, чтобы вам называть точную дату. Но цели, которые мы с вами ставились, они все были выполнены. Напомню, да, что, кто не знает, мы с ребятами из нашего премиум-чата набирали доллары ниже отметок 73 рубля. Средний у нас по доллару ниже 72 рублей. Соответственно, уже на текущий даже момент более 10, почти, на текущий момент чуть меньше 10% прибыли. Вчера у нас было более 13% прибыли по валютной паре рубль-доллар, что является существенно большей дивидендной доходности по многим нашим российским бумагам. Это раз, ну и почти в два раза больше, чем банковский депозит, не особо рискуя. Мы, когда покупали доллары ниже отметок 73, мы особо сильно не рисковали. Я говорил, это безопасный уровень. Многие меня вчера точно так же спрашивали, покупать ли доллары, когда вот мы увидели паническую распродажу в валютной паре рубль-доллар, когда рубль падал, доллар уже торговался за отметкой 80. Мне многие говорили, что делать, покупать или не покупать. И в данной ситуации, дорогие друзья, я не имею права вам уже советовать. Лично мой риск менеджментовый просто-напросто этого не позволял бы делать. Покупать даже на отметках 76 рублей я вам тоже не советовал, потому что уже поезд ушел. Нельзя садиться в тот поезд, который уже ушел. Догонять всегда хуже, чем действовать на опережение. Мы бы какую-то тактическую маленькую цель, может быть, и выиграли. Те, кто ребята покупали летом, да, прошлого года наш рынок. Но и многие горе-аналитики призывали быстро продавать доллары, покупать Газпромы по 350, 360. Даже были безумцы, которые говорили, покупать Газпром на 380, что он идет на 500, что он недооценен. Но единственное, эти горе-аналитики вам не говорили, что тот же самый Газпром, Сбербанк, Роснефть – это государственные компании. И когда происходит геополитическая напряженность в мире между Россией и Западом, первонаперво страдают как раз-таки Газпром, Сбербанк, Роснефть – все компании, где большое госучастие имеется. Ну а это именно те госкорпорации, в которых первонаперво будет удар санкциями. Поэтому я никогда не говорил вам этого делать. Я говорил, планомерно накапливайте доллары, выжидайте позицию, ждем точку входа на шорт в индекс РТС. И мы это шедеврально сделали, фактически с хаев, с 1830 до, считайте, поймали полностью все движение до 1350. Правда, с перезаходом, но перезаход и то был более выгодным, и мы много раз это обсуждали. Мы сделали свою прибыль, ту, которую мы должны были получить в 2021 году. Мы получили в самом начале этого года, плюс еще получили дивиденды по нашим дивидендным портфелям, плюс одновременно с этим мы еще получили и рост курса доллара по отношению к рублю. И здесь мы тоже сумели заработать более, ну на данный момент зарабатывать более 10%. Поэтому аналитика на этом канале сводилась довольно-таки простым движением, думать стратегически, а не тактически. Что сейчас необходимо делать, и как я вижу текущую ситуацию. В текущей ситуации мы с вами увидим продолжающий сезон отчетности, и возможно, да, вот эти корпорации американские, которые будут отчитываться сегодня, у нас отчитывается Apple, сегодня отчитываются два платежных гиганта, это MasterCard вот днем и Visa вечером. Ну а на следующей неделе нас ожидают крупнейшие Google, Facebook, Twitter. Эти отчеты будут нас еще держать в узде и, скорее всего, будут поддерживать спекулятивный спрос на американском рынке. Но после этого стоит уже подзадуматься о том, а не пошел, ну не пойдет ли американский фондовый рынок вниз. Мы во вчерашнем видеообзоре с вами говорили о том, что тот же самый Морган Стэнли говорил о том, что падение будет составлять еще более 10%, и примерные уровни, куда S&P 500 может сходить в ближайшие несколько месяцев, мы с вами вчера называли, это около 4000 пунктов по S&P 500. NASDAQ будет сдуваться намного сильнее и намного быстрее, потому что именно он выигрывал последние два года от денежно-кредитной политики американского регулятора. Именно им, именно этому сектору, именно тем компаниям, которые входят в NASDAQ, было на руку вот этот большой печатный станок. Печатного станка уже через месяц небольшим не будет это раз. Во-вторых, пакет Байдена, который многие ожидали, как замена печатному станку, его нет, и его приходится дробить, потому что в Конгресс он не может пройти полным вот этим двухтриллионным пакетом. Соответственно, будут его принимать по частям, и будут ли какие-то части приняты или нет, остается большим вопросом. Напоминаю, да, что в этом году у нас выборы в Конгресс, и не факт, что республиканцы захотят принимать данный пакет, будут уже ждать выборов, и после этого принимать, наверное, какие-то конкретные решения. Все больше и больше ситуация, которую сейчас мы с вами наблюдаем, она похожа на те ситуации, которые мы с вами видели даже не в 21 веке. Она все больше и больше, текущая ситуация отклоняется от тех кризисных моделей, которые мы наблюдали в 2000-2002, 2007-2009, 2014-2018 годах. Все больше и больше она похожа на более глубочайшие кризисы, но перво-наперво, да, на память нам сразу же приходит кризис начала 70-х годов, когда также в Соединенных Штатах Америки были золотые 60-е года, когда денег было курой не клюют. Но, а потом мы с вами увидели резко растущую инфляцию. И тому же самому американскому Федрезерву приходилось бороться с этим повышением ставок. И почти на десятилетия американский рынок вначале серьезнейшим образом просел, потом находился в боковике. Но и одновременно с этим я не хочу пугать, не выступая здесь армагеддонщиком, но есть некоторые отголоски и с тем же самым 1929 годом. Надеюсь, объяснять, что было в 1929 году, никому не надо. Это большущий кризис, из которого американская экономика выходила более десятилетий и помогла только лишь Вторая мировая война. Почему? Многие говорят, что горячего конфликта сейчас не избежать, потому что вот такую сумму денег, которая сейчас есть, можно просто-напросто выпалиться из экономики, только лишь какими-то боестолкновениями, когда идет война, тогда, конечно же, туда можно вливать денег, как бездонную бочку. Это хороший способ убрать деньги из экономики той или иной страны. И даже мой любимый Рейгалю, мы в последнее время очень частенько на него ссылаемся, говорит, что сейчас кризис не похож ни на какие ближайшие, ну, прошедшие кризисы, которые мы с вами наблюдали. Мы сейчас будем, мы становимся свидетелями того, что увидим супер-кризис. И это, опять-таки, укладывается в ту модель, которую мы с вами еще обсуждали в 2020 году, когда вот только-только начинался вот этот пакет помощи, да, первый пакет помощи тогда от Трампа, второй. Помните, да, все вот эти пакеты помощи, вертолетные деньги и так далее. Я еще тогда, в 2020 году, уже на YouTube-канале говорил, что сам кризис еще не наступил. Это лишь повод будет для кризиса. Но на самом деле так оно и получается большое. Оно всегда видится на расстоянии. Кризис мы еще даже не проходили. Все, что было в 2021-2020 году, это лишь прелюдия к кризису. Сам настоящий кризис еще не наступил. И как раз-таки в этот кризис мы с вами можем увидеть и падение американского фондового рынка. Ну, слава богу, если на 10%, это уложится просто в медвежий сценарий. Но, может быть, и произойдет более крупное обвальное движение. И тогда вот как раз-таки и нужно будет скупать акции. Еще раз говорю, российский фондовый рынок действует сейчас по нормальной логике рынка. То есть, сильный пролив, какие-то факторы ушли с лентинформагентств. На этих новостях нас пытаются откупить, потому что сильно перепадали. Мы видели с вами паническое именно бегство с нашего рынка. Но конфликт между Западом и Россией он еще не закончен. Соответственно, мы должны с вами прекрасно понимать, что продолжение банкета ждет нас впереди. Я, конечно, наверняка думаю, что сейчас я свой адрес услышу. Куча критики, как это было и на прошлой неделе, когда как раз-таки в среду и в четверг наш российский фондовый рынок хорошо откупили. Мне говорили, Владимир, ты что не купил? Да ты пожалеешь. Ну, а в понедельник вы сами видели, что происходило. Резкий большой капитал из рынка выйти не может. И как раз-таки им необходимы вот эти отскоки, чтобы розничным инвесторам впарить эти бумаги. Ну, а сами крупные игроки, конечно же, будут выходить. До сих пор мы особо крупных покупок от крупных игроков на нашем рынке не наблюдаем. Да, средние и малые инвесторы заходят, но крупняк, он все равно находится в стороне. Ну, а заходить надо именно тогда, когда заходит крупняк. Крупняк. Опять-таки, это лично мое мнение. Что думаете по этому поводу вы, дорогие друзья, пишите обязательно в комментариях. Мне важно мнение каждого из вас. Дорогие друзья, не забываем, что у нас идет, продолжается набор в наш премиум чат, где я публикую все свои сделки, где я даю советы по рынку, где я более расширенную даю аналитику, провожу прямые эфиры и так далее. Все условия по попаданию в наш премиум чат есть в открытом телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Еще несколько, наверное, дней максимум продлится этот набор. И уже потом набор у нас будет лишь летом, после окончания дивидендного сезона, а может быть даже и ближе к осени, когда я вернусь уже из отпуска. Все постоянные зрители знают, что я летом уезжаю в отпуск. И там, скорее всего, набор проводить будет бессмысленно. Дорогие друзья, если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если видео не понравилось, тогда поставьте дизлайк. Обязательно пишите свои комментарии, мнения, критику, вопросы. Напомню, что для того, чтобы алгоритмы YouTube засчитали ваш комментарий за активность, необходимо, чтобы комментарий стоял более чем из пяти слов. Не забываем подписаться на канал, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Как вы могли убедиться, аналитика на данном канале одна из самых лучших. Я не говорю самая лучшая, но одна из самых лучших. Мы угадали все падение нашего российского фондового рынка. Мы предугадали и падение нашего рубля, и даже предугадали рост цен на нефть. И объяснимо было, почему нефть достигнет отметок 90 долларов. Мы все это с вами обсуждали на нашем YouTube-канале. Единственное, пока не совсем работают наши золотодобытчики. Но я думаю, что когда наступят кризисные времена, золотодобытчики пойдут именно в горы. И сейчас нужно пользоваться моментом лишний раз по хорошим ценам, если у кого нет золотодобытчиков к себе взять в портфеле. Дорогие друзья, не забываем спонсировать данный канал. Вы получите много видео, доступных для ребят из закрытого нашего премиум чата. Там и защитные активы, там и дивидендные истории. Первая часть уже выложена, и инвестиционные идеи. И, конечно же, прямые эфиры с ребятами из нашего премиум чата. Особенно эти прямые эфиры будут полезны тем, кто сомневается, стоит ли идти к нам в премиум чат, или же не стоит идти к нам в премиум чат. Вы можете посмотреть прямые эфиры и понять мою компетентность. Там есть прямые эфиры именно с ребятами из чата. Ну а в открытом доступе в плейлисте прямые эфиры есть большие эфиры, которые я провожу раз в месяц. Ну и, дорогие друзья, конечно же, наши социальные сети. Не забываем на них подписаться. Это TikTok, это ВКонтакте, это Яндекс.Зен. Это, конечно же, открытый телеграм-канал, где условия попадания в наш премиум чат. Ну и, конечно же, наш второй главный ресурс, это наш Instagram Invest Profit, где через день публикуются посты по техническому анализу, и точно так же публикуются минутные видео Reels, где тоже даю, надеюсь, полезные вам советы. Все ссылки на наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Ну а напоследок, на самом деле, хотелось бы поздравить всех петербуржцев, ленинградцев. Да, многие наш прекрасный город покинули, уехали в другие города. Ну, поздравляю с нашей мини-победой, да, маленькая победа для города Ленинград. У страны есть 9 мая. Ну а для города Санкт-Петербург 27 января это святой праздник, это день полного снятия блокады, когда, наконец-таки, мы были освобождены. Город вздохнул полной грудью, город весь украшен флагами. Я сегодня тоже заезжал на Пискаревское кладбище, положил гвоздики к мемориалу. И, конечно же, для любого петербуржца, кто хоть раз побывал здесь, ну, жил хотя бы здесь, этот день святой праздник. Поэтому всех поздравляю с этим днем. На этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся, как всегда, завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok